Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала. Меня зовут Ева, и я для вас рассказываю о новостях туризма. Сегодня новость про Южную Корею и про карту МИР. Как можно расплатиться этой картой в Южной Корее, и как поменялись условия въезда в эту страну. В платежной отрасли выражают искреннее удивление недавними сенсационными новостями в средствах массовой информации о начале приема в июле карт МИР в Южной Корее. На самом деле их начали принимать там с февраля 2022. С тех пор ничего и не поменялось. Зато поменялись условия въезда. Еще в июне отменили карантин, а въезд стал возможен вне зависимости от наличия или отсутствия прививки. Сеть магазинов товаров повседневного спроса SU в Южной Корее, в которой принимают карты МИР, это сеть круглосуточных магазинов. В них продают как продовольственные товары, так и непродовольственные. Бытовая химия, предметы гигиены, мелкая электроника, батарейки и прочее. Близким аналогом этой сети SU по формату, знакомым россиянам в азиатских странах, можно назвать и сеть 7.11 в Таиланде. Всего у сети около 14 тысяч магазинов. Уже в феврале этого года 2022 с картами МИР работали 18 тысяч посттерминалов в магазинах сети SU, то есть покрытие почти 100%, учитывая, что в магазине может быть не один терминал. Еще в конце 2021 года через ту же эквайринговую был реализован и прием российских карт МИР на сайте и в приложении одного из популярных корейских онлайн-ритейлов. Так что карты МИР в Южной Корее принимаются еще с 2021 года в онлайне и с февраля 2022 в оффлайне. С тех пор ничего нового в этом отношении, в том числе и в июле, с Кореей не случилось. Сейчас с картами МИР в Южной Корее можно оплатить покупки в магазинах SU, но снять наличные корейские воны пока нельзя. Для этого нужны договоренности с конкретными банками или операторами банкоматных сетей, а до этого пока не дошло. Итак, об условиях въезда в Южную Корею. С 1 апреля Корея возобновила безвизовый режим с Россией. Если вы собираетесь в Корею с целью учебы или работы, то необходимо будет получить соответствующую визу. Безвизовый режим касается прежде всего туристов. Сейчас для посещения страны в туристических целях нужно только подать заявку на электронное разрешение на поездку. Называется оно КДФИС ЕТА. Получить разрешение КДФИС ЕТА необходимо как минимум за 72 часа до вылета. Оно действительно в течение двух лет с момента получения. Разрешение КДФИС ЕТА платное. Комиссия за оформление сейчас составляет 10 тысяч корейских вон. Оплата возможна только картой. К сожалению, в связи с текущей ситуацией есть проблемы с оплатой картами, выпущенными в России. Российские туристы могут использовать карты, выпущенные в других странах, или воспользоваться услугами корейских туристических агентств, выложенных на сайте посольства Кореи. Что же важно? С 18 июня в Южной Корее полностью отменены все карантинные ограничения. Въезд в страну возможен без карантина для всех туристов, вне зависимости от наличия или отсутствия прививки. Получение QR-кода перестало быть обязательным, но рекомендуется. Для въезда понадобится только быстрый тест на антигены, полученный в течение суток до вылета в Корею. Например, если вы вылетаете 3 августа в 23.00, тест должен быть сделан не ранее полуночи 2 августа. Или ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 48 часов до вылета в Южную Корею. Здесь скажу от себя, конечно, лучше сделать за 48 часов, за более долгий срок ПЦР-тест, но он примерно раза в два дороже, чем экспресс-тест. Требования о тестах касаются всех, но есть исключения. Те, у которых есть специальное разрешение, если они едут на похороны или те, у кого долгосрочная виза. В исключениях есть и дети до 6 лет, если они едут с полностью вакцинированными родителями, которые тоже представили тесты. Но надо помнить, что спутник Ви и другие вакцины РФ в Корее не признаны. По прилету нужно будет сдать еще один тест. С 15 июля правительство Республики Корея сокращает срок выдачи второго ПЦР-теста. Дожидаться результатов нужно или в центре сдачи теста, или по адресу возможной, в случае положительного теста, самоизоляции. А не как раньше, самоизолироваться на 3 дня и получать в течение этого срока. Третий тест теперь и вовсе имеет только рекомендательный характер. Он не обязателен. И коротко, как добраться до Южной Кореи. Так как национальные перевозчики Korean Air и Аэрофлот приостановили авиасообщение между Москвой и Сеулом до конца апреля. Прямых рейсов из России в Корею на данный момент нет. Однако сейчас туристы могут попасть в Сеул через третьи страны. Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Узбекистан. И еще здесь коротко хочу рассказать заодно про топ-3 мостов Кореи, которые стоит увидеть своими глазами. Можно ли сегодня удивить путешественника мостами? Можно, если речь идет об оригинальных мостах Южной Кореи. Ведь они не только впечатляют своими архитектурным совершенством, но и поражают возможностями для развлечений. У Южной Кореи отлично получается обеспечивать своим гостям хорошим настроением на протяжении всего их пребывания в стране. Любая локация Южной Кореи способна подарить туристам всю гамму эмоций. И речь идет не только о величественных древних дворцах, аутентичных кварталах, пляжах, горах, небоскребах, парках, островах. Даже мосты могут стать неиссякаемым источником вдохновения для туристов. Итак, первый мост – это обзорная площадка Doge Beagle Sky Valley. Построена она на высоте 59 метров. Это идеальное место для ценителей красивых видов и замечательная локация для фотоснимков на фоне красивого восточного моря, которое время от времени переливается и меняет свой цвет. Площадка выполнена из прочного прозрачного стекла и кажется, словно вы парите в небесах. За порцией настоящего экстрима стоит отправиться на аттракцион Sky Cycle. Он расположен здесь, в комплексе Doge Beagle Sky Valley. Аттракцион представляет собой велосипед, перемещающийся по веревке, подвешенный в воздухе. Есть еще один вариант для смельчаков – гигантская спиральная горка длиной 87 метров. Пешеходный мост на реке Кымган. Мост Яын на реке Кымган в городе Сечжон, это в 112 километрах от Сеула, начал принимать гостей в марте 2022 года. И уже успел завоевать народную любовь. Он необычный. Во-первых, у этого пешеходного моста, соединяющего городскую мэрию, национальный дендрарий и центральный парк, интересная форма. Он круглый, как и одна из букв корейского алфавита. Это не случайно. Мост имеет длину 1446 метров, что символизирует 1446 год, когда Се Джон Великий представил народу корейский алфавит. Еще одна уникальность моста в том, что он двухэтажный. Верхний этаж, откуда открываются живописные виды на реку, предназначен для пеших прогулок. Они же не оборудованы велосипедной дорожкой, позволяют прокатиться, ощущая легкий и прохладный ветерок. Здесь особенно красиво ночью. При свете вечернего освещения мост напоминает спустившийся на реку космический корабль. Номер 3. Мост, напоминающий американские горки. В поездках часто хочется объять необъятное, увидеть невиданное и почувствовать неиспытанное. У Южной Кореи на такой случай припасен отличный вариант. Это мост в виде американских горок. Только по нему не ездят, а ходят. А в остальном все так же, как и на всемирно известном экстремальном аттракционе. Гигантская арт-инсталляция Spacewalk находится в парте Хванхо в Пхохане, в провинции Северный Кюнсан. Это более трех часов на машине от Сеула. Художественная инсталляция напоминает своим видом трассу для американских горок с вращением на 360 градусов. Только вместо рельс тут лестница общей длиной 333 метров и высотой 25 метров. Когда посетители идут по дорожке, лестница раскачивается и кажется, что вы едете. Такая неторопливая прогулка однозначно подарит головокружительные эмоции и невероятные ощущения. Не забивайте во время прогулки смотреть по сторонам. Виды открываются неописуемые. С самой высокой точки стальной конструкции увидите сказочную панораму с густыми лесами, парковой зоной и центральными районами Пхохана. Итак, если хотите дальше получать от меня информацию о новостях туризма, то, конечно же, рекомендую вам на мой канал подписаться. Ссылка на источник информации под видео и первая, и вторая. Ссылка на мой второй дачный кулинарный канал также под видео. И переходите на мой этот канал, смотрите наши путешествия. Спасибо, что остаетесь со мной. Ждите моего нового видео. До свидания.